Не поленимся помогать умершим и приносить за них молитвы, потому что предстоит общее очищение Вселенной. Потому мы и молимся тогда с дерзновением о всей Вселенной и именуем их вместе с мучниками, исповедниками и священниками. Мы все одно тело, хотя члены одни других превосходнее. Так отовсюду возможно снизкивать им прощение и от молитв, и от приносимых за них даров, и от призываемых вместе с ними. Почему же ты скорбишь, почему плачешь, когда столько можешь снискать прощение умершему, потому ли, что ты осталась одна и потеряла защитника? Не говори этого. Ты не потеряла Бога, и доколе имеешь Его, Он сам будет для тебя больше и мужа, и отца, и сына, и зятя, так как и при их жизни Он же делал для тебя все. Так-то помышляй и говори подобно Давиду. «Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого боюсь?» И еще, «Ты отец сирых и судья вдов, молей Его помощи, Он теперь сравнительно с прежним временем тем более будет промышлять о тебе, чем в большем ты находишься затруднений». Или ты, отец, потерял сына? Не потерял, не говори так. Это сон, а не смерть, переселение, а не потеря, переход от худшего к лучшему. Не раздражай Бога, но умилостивляй Его. Если перенесешь мужественно, то отсюда будет некоторое утешение и умершему, и тебе. Если же нет, то ты еще более прогневаешь Бога, подобно, как если бы, видя, что Господин наказывает раба, и озлобился на Него, то раздражил бы Господина еще более против себя самого. «Не поступай же так, но благодари Бога, чтобы таким образом рассеялось облако твоей печали. Скажи подобно блаженному Иову. Господь дал, Господь взял. Представь, как многие, более тебя угодившие Богу, даже вовсе не имели детей и не назывались отцами. И я, скажешь, не желал бы иметь их, потому что лучше не испытывать удовольствия, нежели испытав лишиться. Нет, увещевая тебя, не говори так, не раздражай этим владыку, но благодари и за то, что получил. Благословляй за то, чего не удержал до конца. Не говорил Иов, лучше было бы не иметь, как говоришь ты, неблагодарный, но и за то благодари. Благодарил. Господь дал, и за это благословлял. Господь взял, да будет имя Господне благословенно. И жене, заграждая уста и вразумляя ее, он сказал такие чудные слова. «Если мы доброе принимаем от Бога, то не потерпим ли и злого? И после, когда он подвергся еще тягчайшему искушению, так же не поколебался, но терпел столь же мужественно и словословил Бога. Так поступай и ты, и помышляй в себе саму, что не человек взял сына твоего, но Бог, который сотворил его. Который более тебя печется о нем и знает, что ему полезно. А не враг какой-нибудь или человек недоброжелательный. Вспомни, как многие дети, оставшись в живых, делали родителям жизнь не в жизнь. Но скажешь, добродетельных разве ты не видишь? Вижу и их. Но состояние твоего сына надежнее, нежели их. Они теперь заслуживают похвалу, но конец их неизвестен. А за него тебе уже не надо бояться и трепетать, чтобы чего-нибудь с ним не случилось, чтобы какая-нибудь не произошла с ним перемена. Так же рассуждай и о жене доброй и домовитой. И за все благодари Бога. Если бы ты лишился и жены, благодари Его. Может быть, Бог хочет привести тебя к воздержанию, призывает к большим подвигам, хочет освободить тебя от уз. Иисус, любомудрствуя таким образом, мы здесь приобретем душевное спокойствие, достигнем и будущих венцов, которых, господобимся все мы, благодатью человека любим, Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Аминь. Благодарим, Благодарим, Господа, помолимся.